Недолгим был оптимизм на фондовом рынке России, по крайней мере, на момент записи обзора. Сейчас московское время, 1 час дня и 10 минут, пока пишу данное видео. Давайте обсудим текущую ситуацию, почему сейчас наблюдается коррекция. Может быть не совсем она глубокая коррекция, по крайней мере, внутридневная. Но в любом случае, крайне интересные происходят события, особенно если мы посмотрим с точки зрения так называемого свечного анализа, то мы увидим, может быть, даже и разворотную модель. По крайней мере, зарождение такой модели вполне себе возможно. Что сейчас влияет на рынки, давайте сейчас об этом поговорим. Начнем. Вообще, обычно принято называть такую ситуацию, которая сейчас складывается на фондовом рынке России, да и не только Россия, а вообще по всему миру такая ситуация называется качели. То сюда, то обратно, то растем, то падаем. Нет какой-то четко ярко выраженной динамики, хотя мы видим, конечно, тренд восходящий на дневном таймфрейме. Но вот сегодняшняя ситуация, конечно же, она выглядит крайне интересно. Мы видели вчера безудержный рост, мы видели оптимизм, это индекс Московская биржа на ваших глазах, график. Почему индексы выросли, мы сегодня утром это обсудили в утреннем обзоре. Но вот сейчас, в данный момент времени, более того, мы видим, что открылись даже с гэпом вверх по индексу. Например, вот посмотрим Газпром. Также с гэпом вверх посмотрим Сбербанк. С гэпом вверх даже какой-то был вынос вверх, видимо, скорее всего, с технической точки зрения, какое-то снятие стопов. И все сейчас идет в обратную сторону. И с точки зрения, как мы уже поняли, графического, точнее, свечного анализа, тогда, когда мы наблюдаем вот такие подобные фигуры, тогда, когда вот этот рост, видим бычий взлет, объем огромный, и на другой день, открывая всем гэпом вверх, и медведи начинают прямо вот гасить вниз, то, как правило, такие вот фигуры, они, по сути дела, являются разворотными. Вопрос, до какого времени будем падать, до какого уровня, точнее, будем корректироваться, это, конечно же, вопрос риторический. Разные эксперты, разные инвестдома, банки вообще по-разному говорят. Вот, например, тот же JP Morgan вообще предполагает, этот американский банк, что индекс S&P 500 будет корректироваться вплоть до 20%, вот прямо вниз. Теперь, давайте попробуем понять, а что сейчас влияет на вот эти самые рынки, почему мы увидели вот такой вот разворот. Ну, во-первых, хотел бы сказать, вот не принимая во внимание какие-то будущие фундаментальные события, которые произойдут вот в конце этой недели, конечно же, вот этот вчерашний взлет, он, честно сказать, немножечко как-то не совсем нормальным оказался, на мой взгляд. Знаете, с одной стороны, такое складывается ощущение, что пир во время чумы, потому что на самом-то деле, вот если мы взглянем более трезво и объективно на всю текущую происходящую ситуацию в мире, например, с точки зрения инфляционного давления на экономику, с точки зрения развития рынка труда, например, по штатам, они там очень внимательно отслеживают все эти позиции по этим показателям. Короче, в целом, конечно же, не все хорошо, то есть есть над чем поработать, но вот этот оптимизм вчерашний, он на самом деле немножечко, так сказать, навеял на некоторые мысли. Может быть, знаете, как мне даже писали в комментариях, иногда такое бывает, когда перед каким-то разворотом, перед серьезным падением или коррекцией происходит какой-то серьезный вынос вверх, возможно, идет какая-то определенная раздача, но с точки зрения логики трейдинга вполне себе может быть. Тем более, если мы говорим про инсайт, а российский рынок это чисто инсайдерский рынок, что бы там мне ни говорили, то есть крупные участники заведомо знают какую-то информацию о тех или иных каких-то будущих событиях, которые, например, проговариваются там где-нибудь в кабинетах власти и уже заранее, например, прикупают какие-то акции или наоборот заранее сливают потихонечку. И потом уже тогда, когда всем становится уже известно о том или ином событии, тот вот инсайдер, который располагает информацию, он уже, в общем-то, сделал свое дело, заработал деньги. Так вот, возможно, конечно, вот это была какая-то манипуляция, да, то есть только время может нам вот этот факт подтвердить, но с точки зрения, еще раз повторюсь, свечного анализа, вот эта ситуация, она, конечно, напоминает все-таки разворотную модель. Теперь по поводу фундаментальной причины вот в конце недели, о чем мы с вами поговорили. Давайте сейчас посмотрим экономический календарь. Ну, во-первых, сегодня у нас будет публиковаться статистика по запасам сырой нефти. Это стандартная еженедельная статистика. И еще у нас сегодня планируется публикация от ADP изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики. Это по Соединенным Штатам Америки, это достаточно серьезный показатель, потому что он предвосхищает non-farm peril, которые вот буквально в эту пятницу будут публиковаться. Это уже официальные данные по рынку труда в США. А я напомню, особенно тем, кто, может быть, пропустил мои обзоры, или тем, кто впервые присоединился к моим обзорам, что именно показатель по рынку труда является ключевым в принятии решения Федеральной резервной системы США. То есть ситуация выглядит следующим образом. ФРС сейчас в дилемме, да, либо повышать процентные ставки, ну, вроде как, пока не планируют это делать, но инфляция продолжает расти, и Жиром Павлов это признает. С другой стороны, пора бы уже сворачивать программу стимулов, которая как раз-таки и влияет на рост инфляции. Вот, понимаете, какая-то вот противоречивая ситуация. И для того, чтобы сворачивать программу стимулов, им необходимо достигнуть определенного показателя по рынку труда. То есть привести экономику, в частности, рынок труда в полную занятость. То есть сейчас более 5 миллионов человек еще находятся безработными. То есть это уже от пандемического до пандемического уровня. И это достаточно такой кислый показатель с точки зрения роста экономики и принятия решений. И вот, если данные будут более-менее удовлетворительными по итогам, например, предшествующего месяца, то есть сентября, то, в принципе, рынок уже будет это расценивать, как уже практически подтверждение намерения федеральной инфляционной системы, как можно быстрее начать сворачивать стимулы. Таким образом, если они начнут сворачивать стимулы, то есть просто-напросто постепенно начнут все меньше и меньше денег вливать в рынок, через покупку активов, облигаций с ипотечными покрытиями и казначейские облигации, то это приведет к тому, что ликвидность будет падать, и рынок вот в этом плане будет, конечно, корректироваться. А если мы уже говорим про коррекцию, то, конечно, в первую очередь это задоронит акции роста, например, акции высокотехнологического сектора, Apple, там, не знаю, Microsoft, Facebook, которые, кстати, и так недавно поддались распродажам, то формально это может привести к действительно коррекции на глобальном рынке, в частности, на S&P 500, на американской фондовой площадке, но и затем, естественно, инвесторы начнут постепенно фиксировать определенные позиции на других рынках, но, естественно, мы говорим про Россию в том числе. И в этом смысле это получается некий противоречивый такой, да, то есть противоположный фактор тому оптимизму, который вот буквально отрабатывался сутками ранее. Мы говорим про взаимоотношения между США и Китаем. И в итоге получается, что сейчас на повестке дня у нас сопоставляется два фактора. Какой из этих двух факторов в большей степени будет более влиятельным для рынка? То есть фактор налаживания дипломатических отношений, точнее, скажем так, улучшения отношений между США и Китаем, по крайней мере, первые попытки делаются. А почему они это делают? Мы вот сегодня утром об этом поговорили. Второй фактор – это негативный для рынков. Все-таки это ситуация с сворачиванием стимулов. Но и плюс ко всему, с потолком госдолга так до конца ведь и не решили в США. А 18 октября, можно сказать, не за горами. Джанет Йеллен практически вот уже открыто говорила всем, что, ребята, если мы до 18 октября так и не договоримся поднять потолок госдолга, просто-напросто мы не сможем выплачивать проценты по некоторым займам. И вот если говорить про проценты, то есть уже некоторые такие вот моменты. Сейчас вот я для себя даже сделал выписки по этим моментам. Сейчас вот я найду, где это я записывал. Вот, то есть до 15 октября необходимо будет казначейству выплатить 4 миллиарда долларов в процентов, только по долгу, да, до 1 ноября еще 14 миллиардов долларов в США и до 15 ноября 49 миллиардов долларов в США. Это только проценты по уже существующему долгу. Но и понятно, что достаточно нервозная ситуация, поэтому риски на самом деле существенны. Поэтому следим за текущей ситуацией, но и в завершении нефти. Посмотрим, что у нас по нефти. Нефть сегодня тоже у нас остановилась. Сейчас нефть торгуется на отметке 82 доллара 41 цент. Нефть марки Brent, по крайней мере, на момент записи обзора. По нефти там, конечно, есть фундаментальная причина, так сказать, отложенная причина будущего роста. Мы эту тему обсуждали. И, в общем-то, пока нет явных причин к обвалу котировок нефти, безусловно. Необходимо, чтобы что-то произошло сверх какое-то, знаете, неординарное событие. Может быть, какой-то очередной там серьезный локдаун. Но пока вот вроде бы таких перспектив не предвидится. Поэтому, конечно, нефть, возможно, будет корректироваться. Но корректироваться она будет все-таки по причине не то, что там какие-то проблемы со спросом и предложением. А, вероятно, всего сейчас на рынок нефти будет влиять именно доллар США. Потому что индекс доллара сейчас хорошо прибавляет. В данный момент времени мы видим, что тестируют отметку 94,5 пункта по индексу доллара. То есть, в целом, сейчас доллар начали покупать на глобальном валютном рынке. На этом пока все. До встречи в следующих видео. Пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова